Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как всегда, в нашей дискуссии мы поднимаем самые важные, самые острые вопросы, ответы на которые ищут наши телезрители. Сегодня у нас в студии первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Александр Шлопак. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Николай! Здравствуйте, телезрители! Скажите, обычные люди, они летом отдыхают, ну, по крайней мере, стараются отдыхать, готовят детей в школу, кто-то там поступает в высшеучебные заведения, кто-то просто отдыхает, и как-то незаметно наступает осень, и потихонечку, скрепя сердце, некоторые идут на работу и так далее. А как депутаты провели лето в этом году? Ну, у нас летом были заседания Совета депутатов, единственное у нас было окно, это начало августа, вот начало августа, до конца августа. И в конце августа у нас был совет, на котором мы принимали решение в движении почетного гражданина городского округа Люберцы. Так. Ну, если немножко поподробнее, то каждый год в связи с правилами, с положением о присуждении почетного гражданина городского округа Люберцы, раз в год на день города Люберцы, на наш день города Люберцы, присуждается почетный гражданин городского округа Люберцы. Одно звание, да? Одно звание, один раз в год. Вот. И в этом году было обращение, это звание получила Иванова Тамара. Скажите, а вот этот способ, то есть кто-то может вам предложить, прислать что-то в совет депутатов, что мы хотим, чтобы почетным гражданином стал такой человек? Да, да. Накануне Дня города идут представления, это каждый год, и эти представления на комиссии рассматриваются. То есть приходят те, кто подают, они рассказывают о том, что этот человек достойный. Это просто люди, жители могут обратиться к вам? Да, жители могут, да. Они приходят, обращаются. Но они в течение же года могут обратиться, а потом просто будут рассматриваться. Да, да, конечно, конечно, да, необязательно. В августе просто идет рассмотрение, и накануне Дня города идет утверждение. И у почетного гражданина есть какие-то преимущества по отношению к другим гражданам? Или просто это такое почетное звание? Ну, там есть кое-какие нюансы. Определенный институт есть? Да, определенный институт есть. Конечно, никто не освобождает от разных уплат налогов. Да, этого, к сожалению, у нас нет. Но преференции есть. Преференции есть. Да. Ну, вот видите, оказывается, лето у депутатов такое любопытное. Да, и более того, почетным гражданином, я забыл сказать, это Иванова Тамара Петровна стала, она является директором школы 53, которая находится в Октябрьском. Она была много лет председателем совета депутатов еще районного собрания депутатов. Вот. И человек очень уважаемый, заслуженный. И ей в этом году еще и 60 лет исполнилось. Ну, то есть такой подарок ей на день рождения получился, надо сказать. Да, да. Хорошо. Это приятные традиции. Сейчас у нас сентябрь, октябрь, осень, потом зима. Что в планах, в ближайших планах совета депутатов? Почему я задаю этот вопрос? Потому что, ну, во-первых, зима, да, мы всегда, зима приходит неожиданно. В последнее время такое ощущение, что ни весны, ни осени нет, а есть только лето, плавно переходящее в зиму. Это первый такой вопрос. И второй, какие-то насущные проблемы, которые, возможно, ну, не дают покоя жителям и требуют срочного решения именно от депутатского корпуса. Ну, вопрос-таки есть всегда. Каждый депутат на своем округе выезжает и решает те или иные вопросы. Они не прекращаются. А что касаемо основной работы, это у нас сейчас будет формирование бюджета. Вот, это долгий процесс. На 20-й год? На 20-й год, да. Это долгий процесс, который требует и работа депутатского корпуса, как раз требует и работы жителей, которые пишут наказы, которые приходят в обращение. Все это идет, учитается при формировании бюджета. И вот тут сразу возникает вопрос, потому что многие жители, и не только городского руголюберца, вообще вот таких вот единиц избирательных, да, считают, что этот бюджет откуда-то сверху к вам присылают, а вы просто его осваиваете. Это так или нет? Нет, это не так, ниоткуда его не присылают. Работа начинается уже сейчас, утверждаться бюджет будет в декабре месяце. Будет публичное слушание по бюджету, на которое каждый житель может прийти. Скажите, что мне нужно отремонтировать дорогу, например. Ну, они могут посмотреть, куда какие деньги выделяются, финансирование на те или иные статьи. А где они могут посмотреть? Ну, вот на публичных слушаниях, будет в газете это печататься, в СМИ это будет информация вся. И каждый житель может унести какие-то свои предложения. Вот, задать вопросы может. У нас будет комиссия, не одна комиссия депутатская. Мы же понимаем, что, безусловно, существуют лоббисты, да, потому что если условно, да, пять дорог нужно отремонтировать в городском округе, а, например, стоит в этом бюджете только одна дорога, а четыре дороги не попадают. И очень часто бывает, что какие-то действительно проблемные зоны никак не могут попасть в этот бюджет много лет подряд. Ну, как правило, вы знаете, если где-то что-то где-то стоит в плане, то, как правило, это двигается все. Нет такого, что много лет, и это не выполняется, обязательно все выполняется. Но, как правило, выполняется все сразу же. Я не знаю таких вопросов, которые там пять-семь лет или еще были не закрыты. А вот вы заинтересованы в том, что хороший депутат, он ходит поквартирно, ходит, смотрит, как живут люди, не только, да, с ними общается, но и просто, как говорится, оком окидывает всю эту территорию. Но, наверное, депутат заинтересован действительно в том, чтобы и сами люди о проблемах сообщали. Ведь в чем проблема? Зачастую мы, простые жители, да, как-то депутат где-то далеко, да, неважно даже, вот, я уж не говорю про депутата Государственной Думы, вот, ну и как-то так, ну, нет дороги, ну и нет, и не обращаются. То есть они не знают, что проходит слушание, они не знают, что можно каким-то образом повлиять на бюджет. Вот что для этого делается? Потому что вы говорите в газете, это одна история, в средствах массовой информации другая история. Как-то еще люди узнают о том, что они могут действительно реально куда-то прийти и что-то сказать? Ну, вы знаете, вопрос такой немножко спорный. Почему? Потому что если человеку надо, он и найдет и депутата, и депутата Государственной Думы, и депутаты все открытые. И также депутат Государственной Думы ведет здесь приемы, и я сам хожу к депутату Государственной Думы, к Лиде Николаевне Антоновне на приемы, и учусь у ней, как она ведет прием. И принимает она по несколько часов. То есть те люди, которые хотят, они приходят. Также находят мои телефоны мобильные, мне звонят на мобильные люди и спрашивают. Вы знаете, а вы знаете, что у нас в подъезде что-то не покрашено? Я говорю, я не знаю, да. Он говорит, ну вот мы к вам обращаемся. И тогда я узнаю. Поэтому жители должны сами немножко проявлять свою активность. А наша власть, она открыта. Во-первых, у нас есть информация о приемах депутатов. Она вывешена на сайте, она размещена в газете, она размещена в ЖЭО. А приходят люди, вот как вы оцениваете все-таки по количеству примерному людей, которые живут, ну, например, на том участке, на котором вы зарегистрированы, из этого числа сколько процентов? А вы знаете, бывает раз на раз. Бывает так, что ведешь прием, приходит очень много. Да, прямо вот приходят, и мы с ними выходим, идем на округ, смотрим вопросы решать. А бывает так, что даже такие моменты бывают, что и никто не приходит. Ну, допустим, в летний период там активность снижается, люди разъезжаются, да, и вот летом, там, допустим, пришел один житель. Означает ли это, что иногда даже сами жители почему-то не заинтересованы в улучшении своих же условий жизни? Однозначно. Это основная из тех моментов. А почему это так? Ну, знаете, это сложно рассуждать, это же идет гражданская позиция, вот это, во-первых. Во-вторых, это житель должен любить то место, где он живет, тот маленький клочок родины, где он находится, вот, и отдаваться ему. А зачастую бывает как, вот, допустим, если взять новый микрорайон, люди приезжают, покупают квартиры, а приезжают и сдают их. И вот эти люди, которые приехали, они все приезжие. И, конечно, это не их еще родина, она не стала малой родиной. И они, если обращаются, то обращаются там только по своим какими-то, ну, личным там вот у себя у него лично в квартире. Вот, а все, что остальное рядом... То есть, по большому счету, их не интересует. Да, они приезжие, они сняли квартиру, они месяц-два пожили, уехали, приехали в другое место. А вот те, кто живут уже долго, у них есть проблемы. Как правило, это проблемы мы все знаем, и они практически все уже решены. Там есть какие-то появляются в процессе... Все проблемы решены? Ну, там основные глобальные проблемы уже... Ну, например, какие глобальные проблемы решены? Ну, допустим, просили в 25-й школе вот жители там подходили и педагогический состав установить им спортивную площадку. Им не только установили спортивную площадку, им сделали маленький мини-стадион. То есть, да, проблема была, ее озвучивали, проблема решена. А средства откуда на маленький стадион? Средства из бюджета у нас. Но стадион же ж не был запланирован в бюджете? Почему был запланирован? Мы планируем, да, я же говорю, все, все, что запланировано в бюджет, все это реализуется. Просто, может быть, можно было построить одну площадку здесь, а вот этот стадион, который второй, можно было бы еще где-то две площадки построить. Есть программы, весь бюджет состоит из более чем 20 программ. И в этих программах, чтобы и жители знали, и заложены все основные ключевые вопросы и проблемы, которые есть в округе. И вот эта программа, которая рассчитана где-то на год, где-то на два, где-то на три, она постепенно решается. То есть там даже есть такие моменты, которые, может быть, сами жители еще, то есть прогнозируемые проблемы, наверное, тоже существуют, да? Да, конечно, да. Конечно, да. Поэтому активнее призываю жителей тоже принимать участие в жизни городского округа Люберца. Хорошо, вернемся к совету депутатов. Что вот у вас сейчас осенью планируется? Какие глобальные, может быть, заседания, совещания или работа на местах? Ну, вы знаете, во-первых, давайте я немножко сейчас расскажу. Я еще и помимо того, что работа в аппарате Совета депутатов, являюсь руководителем фракции «Единая Россия», а у нас 22 депутата являются единороссами. И у нас идет очень большая работа в этом направлении, а именно, каждый депутат в настоящий момент зарегистрировал на платформе «Избирательный депутат». Это интерактивная платформа, электронная, «Единой России». Всей. Всей. На нее может зайти любой человек, в интернете просто набирается «Избирательный депутат» и находит и вбивает фамилии своего депутата. Может найти как по адресу, это то, о чем мы с вами говорили, как найти своего депутата, или как узнать, чем он занимается, или как узнать, какие там проблемы есть на округе. А может быть, моя проблема тоже подпадает. Да, может быть, она уже под вопрос. Да, может быть, она уже решена и в каких планах она будет решена. И на этой интерактивной платформе каждый житель может написать обращение своему депутату. Не только муниципальному, но и областному, и депутату Государственной Думы. Так. Не обязательно идти к нему на прием. Когда он пишет это обращение, то в ЦИКе партии появляется галочка или красный флажок, что взято обращение, какой дан ответ и как проблема решена. То есть депутат... То есть контроль. Контроль. Причем жесткий контроль. И депутат, если дает некачественный ответ, неправильный, вопрос не решен, то есть он не раскрывает тему, ему ЦИК дают направление и заставляют его это сделать. Правильно ли я понимаю, что партия Единая Россия не уверена во всех своих депутатах, раз существует такая система контроля? Вы знаете, немножко неправильно. Она уверена в своих депутатах. Зачем же тогда такой контроль? А это идет как раз, как вам сказать, сейчас правильно хочу слово подобрать. Это открытая власть называется. Это называется открытая власть. Это депутат ближе к народу, ближе к избирателям. Для их удобства вот эта платформа и создана. То есть любой человек может зайти, посмотреть, найти своего депутата, посмотреть его работу. Он там выкладывает всю свою работу. И именно выкладка этой работы в том числе будет оцениваться при дальнейшем выдвижении от партии. Вот именно размещение информации. То есть когда праймерис наступит и последующий. Да, чтобы было видно открыто. Вот ты работаешь, у тебя есть, есть обращение. Ну и в конце концов, я так понимаю, что избиратель, гражданин может пожаловаться, если ему не нравится, как работает депутат. Ну конечно. Хорошо. Мы сейчас вернемся в студию, небольшую паузу сделаем. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в студии первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберца Александр Шлопак. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня у нас в студии первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберца Александр Шлопак. Я все-таки возвращаюсь к теме осени, плавно переходящей в зиму, а потом уже весна и так далее. Какие глобальные планы существуют сегодня у Совета депутатов? Вы в первой части нашей программы сказали, даже так проронили такое слово, что в общем-то даже практически все проблемы под контролем и ничего такого особенного не происходит. Или я все-таки ошибаюсь, что есть какие-то глобальные вещи, которые, может быть, не удается решить? Ведь потому что проблема дорог, воспитание детей, социальные проблемы, они же никуда не деваются. Ну на самом деле проблемы решаются. Они решаются, решаются... По мере их поступления. Решаются оперативно, решаются проблемы более глобальные. Ну вот допустим, мы все прекрасно знаем, наш город стоит в транзите двух дорог. Так. Да, и вот если сейчас обратить внимание, трасса М5 Урал до эстакады с поворота на Латкарину уже начала делаться. То есть там будет еще по две полосы прибавиться. В ближайшее время сейчас... За счет чего? За счет расширения. А деньги у кого на это расширение? Деньги идут... Сверху? Да, федеральные. То есть это не наш бюджет? Это не наш бюджет. Но мы принимаем активное участие. То есть наша власть пишет те проблемы, которые есть. Она не сидит. Она работает. Администрация работает. Совет депутатов. А может быть такой момент, я сейчас очень условно говорю, что принимается решение где-то построить там две или три полосы, которые вдруг каким-то образом будут с точки зрения депутатов и жителей городского урока Либерца не очень в хорошем месте проходить. Такой вариант возможен? А вы должны взять под козырек и проложить там эту дорогу. Да нет. Ну, во-первых, это все идет уже не один год, это все делается. Если говорить даже про Октябрьский проспект, там тоже... Нет, нет, я просто... Да, я в общем... Я сейчас поясню, откуда у меня вопрос. Насколько сегодня депутаты могут повлиять на решение глобальных вопросов? Потому что есть государственные программы, да, есть программы там областного значения, да, где, ну, какое-то верховенство есть, власти и так далее и тому подобное. Но депутат муниципальным может повлиять на решение глобальных вопросов? То есть, правильно я понимаю, что если вдруг сверху придет какая-то установка по ремонту чего-либо, так мы все-таки далеко от Москвы находимся, по каким-то дорогам, по какому-то строительству, да, которое продолжается в Московской области грандиозными темпами, то вы сможете повлиять? Что здесь дом мы не будем строить, потому что жители не хотят, а здесь дорогу, будьте любезны, чуть-чуть вправо отведите, потому что жители тоже этого не хотят. Конечно, мы этим и как раз и занимаемся, это наша основная непосредственная обязанность. И вы можете убедить в этом вышестоящие органы, назовем это? А как же, а как же. Во-первых, вот даже давайте возьмем с вами такой пример. Вот у меня есть округ, я сейчас не буду называть какой дом. Житель выходит и говорит, у меня шумно на этой площадке, там стоит лавочка, вот, я хочу эту площадку перенести. Ну, мне шумно здесь, здесь вечером собираются не очень, не только дети, но собираются люди. Разные? Разные, которые могут шуметь. Могут шуметь. До 23-х часов. Ну, может быть, даже до 23-х и начала 12-го, да. И он говорит, мне надо перенести, мне шумно, вот здесь не надо находиться им. А выходит, есть другая группа жителей, которые говорят, они как бы не шумят, они не собираются каждый день. Да, они там бывают, надо собираться. У нас устраивает эта площадка, устраивает, что здесь все это самое. И вот здесь включается депутат. То есть, проходит сход жителей, жители собирают подписи. Если 51% из тех присутствующих, кто есть и кто высказывается за, то площадка эта остается. Если большинство высказывается, что ее реально нужно перенести, то она переносится. Так же и с другими вопросами. Машины ставятся, ко мне обратились жители улицы Побратимова, уже называют дом 29, машины заезжают на газон. Я говорю, хорошо, опрос сделали жители большинства, чтобы газон отогородили. Поставили ограждение. Машины не паркуются, машины паркуются либо на стоянке, либо в тех отведенных местах. На газон не ходят. Кстати, платная парковка не планируется в городском округе Люберцы глобальная пока? Нет. Это я так, по ходу. Вы знаете, такого нету. И это вопрос уже региональный. То есть, понимаете, почему я затронул вопрос, допустим, возле придвороте территории. Это вопрос муниципального депутата. Есть полномочия областного депутата. Есть полномочия депутата государственного дома. То есть, ваша полномочия внутри двора. Ну, наша полномочия... Дом и внутри двора. Ну, здесь, на местах, да. То есть, в муниципалитете. Вот, допустим, если мы рассматриваем вопрос строительства, допустим, межрегиональной дороги, к которой к мосту Автодор отходится, здесь включается уже областной депутат. Ну, если мы, например, с дорогами идем. Да, да, да. Если трасса М5, то это уже федеральный идет проект. То есть, там уже может включиться депутат уже федеральный. Здесь муниципальный уже идет как бы по цепочке. Он идет по областному, областному передает дальше и так далее. Это как бы на пальцах немножко приблизительно вот так. И поэтому тот же бюджет. Иногда жители обращаются, сейчас уже поменьше. А вы повысите нам пенсии, допустим. А я говорю, это не мои полномочия. Я могу обратиться, написать запрос, что жители обращаются. Но принимают это федеральные депутаты, депутаты Государственной Думы. Вернемся к бюджету. Когда будут слушания, когда, в принципе, должен быть, ну, хотя бы примерно принят этот бюджет, до конца года? Бюджет будет принят, уже окончательно принят. Там же идет несколько чтений. Да. То есть, принимаются начали... Минимум три. Государственный бюджет, четыре даже чтения проходят в Государственную Думу. У нас тоже есть ряд публичных слушаний, на котором приходят жители. В газете будет написано, это в октябре уже начнется. Жители, пускай следят, смотрят информацию. На сайте, смотрят в газетах, читают. Я сейчас точные даты сказать не смогу, но к началу декабря он будет принят. Полностью. Последнее время, вот в стране недавно прошли в ряде регионов муниципальные выборы, выборы губернаторов и так далее. Ну, такая была глобальная избирательная кампания, которая не без эксцессов прошла. Как вы считаете, одно дело, когда выбирается депутат Государственной Думы. Все-таки человек представит огромную, даже не территорию, а огромное количество людей. Выборы президента, тоже понятно. Выборы губернатора. А вот муниципальный депутат. Потому что проскакивают иногда такие мнения, что ну вот что этот депутат может решить на своем маленьком уровне. Как вы считаете, вот этот институт, он сохранился или стоит от него отказаться? Ну, вы знаете, у нас сейчас законодательство меняется так, что депутат получает больше полномочий. Во-первых, вы знаете прекрасно, у нас сейчас отменились выборы главы. То есть глава назначается депутатами. Поэтому, соответственно, тот депутат, который идет, избирается, от его голоса будет зависеть, у кого он изберет главой. Это раз. У нас же нет выбора главы. Второй момент. Во-вторых, депутат формирует бюджет. Как раз те проблемы, которые есть, и те жители, которые писали наказы, они, естественно, идут на бюджет. Более того, я хочу отметить, что у нас бюджет социально направленный. То есть это говорит о многом. Это ведет большая работа администрации в этом направлении. И в-третьих, депутат непосредственно соприкасается с жителями, с теми проблемами, которые там есть. И я еще раз повторюсь, хочу вернуться. Вот партия «Единая Россия» сейчас очень активно, и депутаты фракционные, которые находятся, здесь очень активно ведут сейчас работу. У нас, во-первых, работают общественные приемные. Любой житель может прийти к депутату не только по своему округу, но и в общественную приемную. Есть общественные приемные регионального отделения. Она, правда, находится в Видном, но и туда можно приехать. Я сам там веду прием, как член регионального полицовета. И жители приезжают не только из города Видного, но и со всей Московской области. И приходится на местах там решать этот вопрос. Прямо оттуда приходится... А бывали такие случаи, что не решает депутат? Вот вы или ваши 22 человека во фракции не решает? То есть, грубо говоря, житель может обратиться даже к председателю партии, если захочет? Ну, вы знаете, у нас таких моментов не было, к счастью. Как правило, все депутаты вопросы закрывают. Есть вопрос, который решается оперативно, а есть, который, как в программе, мы о чем говорили. То есть, это может быть не сразу же, а нужно немножко чуть-чуть подождать. Ну, потому что есть определенные процедуры, когда это касаемо большого финансирования и больших каких-то объемов глобальных, то это не решится там за один день. А испытывают депутаты какое-то давление со стороны? Я имею в виду, но есть такое понятие лоббизм, мы даже его частично касались, самые разнообразные, экономические, финансовые, политические, какое угодно. Ну, например, депутату предлагают применять партию, перейти и так далее. У нас такого нет. Вот это давление никакого не ощущаете? У нас такого нет. У нас совете этого нет. У вас совете этого нет. Хорошо. Что мы увидим нового в городском округе Люберцы? Вот после того, как бюджет будет принят, все-таки там, наверное, какие-то глобальные вещи есть. Вот вы начали уже говорить про дорогу, может быть, еще какие-то новшества. Чего ждать от совета депутатов городского округа Люберцы в ближайшее время? Ну, во-первых, у нас новый микрорайон строится, это самолет. Я, кстати, являюсь там депутатом на этом округе. У меня когда-то была мысль даже там взять в ипотеку квартиру, но не взял. Вот. Там сейчас, допустим, открылась очень инженерно-технологический лицей. Это школа такая. Да. Она особенно тем, что, во-первых, там она больше инженерная. Вот. Школа по последнему слову техники. Вот. Более тысячи мест. То есть школа нового поколения. Я был в московских школах, я такого там не видел, как сделано у нас. Это уже запускается сейчас. Запускаются садики. Запускается еще сейчас там одна школа новая будет строиться. Вот. То есть процесс постоянно идет в динамике. Дороги реконстрируются. Зенецкое шоссе идет реконструкция сейчас. Уже непосредственно дороги. Это как раз мы были на встрече в самолете. Приходили жители. Дорога узкая, забираются пробки. Включилось. Вот о чем мы с вами говорим, что депутаты разных уровней включились в эту проблему. Все включились. Было найдено финансирование, составлена проектная документация. И на сегодняшний момент идет реконструкция Зенецкого шоссея. С экологией что? Потому что вы же знаете, что Москва, жители, вот те, которые приезжают, которые работают в Люберцах, да. Вот это какие-то существуют странные карты даже. Где-то они вроде подтверждены, где-то нет. Вот. В каком сейчас вот экологическом, в экологической зоне городской кукол Люберцы находится? Ну, вы знаете, я честно сказать не могу, если есть такие зоны, потому что я с экологией соприкасаюсь только в работе. Ну, это я к свалкам веду, ко всяким запахам, каким-то там непонятным захоронениям и так далее. Что-нибудь такое есть? Ну, на сегодняшний момент у нас промониторены те предприятия, которые давали запахи, которые были сделаны. И если вот жители, допустим, заметят, их практически не стало сейчас. А что случилось? Они поменяли систему очистки? Ну, где-то поставили фильтры, где-то какие-то предприятия большими штрафами наложили, где-то что-то подзакрыли. Вот. То есть была проведена колоссальная работа. Но, к сожалению, вот, у нас есть, рядом с нами есть другие муниципалитеты. Та же Москва, другие муниципалитеты, от которых тоже идут запахи. Там же нет такого понятия границы, все, запахи приходят. Ну да, поставили. Да. Да. И здесь требуется работа уже как раз вот региональных и соседних муниципалитетов. На самом деле, работа была проведена колоссальная. И я вот как депутат выезжаю на свой округ, у меня как раз округа там, где стоит промышленная зона есть. И я этих запахов не ощущаю. У нас стоит совсем много времени. Я предлагаю, вы как депутат, как первый заместитель председателя, человек, который представляет сегодня в нашей программе совет депутатов городского округа Люберца, давайте обратимся к гражданам, которые, может быть, даже как-то, ну, не то что не помнят, это и даже не интересуется, существует, не существует такой институт, чтобы они с вами сотрудничали. И вот, коль сейчас время бюджета, составление бюджета, то они попытались поучаствовать в этом. Пожалуйста, ваше обращение. Ну, вы знаете, я вот прошу жителей быть более активными, проявлять свою гражданскую позицию. Если будет нужна помощь депутатов, информацию можно найти на сайте Люберца РФ в разделе Совета депутатов. Вот там есть приемы каждого депутата, есть мобильные приемы. Можно обратиться в аппарат Совета депутатов, там тоже есть телефоны, позвонить, спросить, где, когда принимает мой депутат. Или просто спросить какую-то консультацию. Вот, и наш бюджет в том числе будет зависеть от тех пожеланий, которые жители, от тех наказов, которые жители будут давать. Это тот самый случай, когда вы сами можете принимать самое непосредственное активное участие в жизни городского округа Люберца. Большое спасибо у нас сегодня в студии первый заместитель председателя Совета депутатов. Как мы сегодня с вами выяснили, депутаты отдохнули совсем немного. Участвуйте в жизни Совета депутатов городского округа Люберца, к чему призывает вас первый заместитель председателя Александр Шлопак, гость нашей сегодняшней программы. И уж позвольте, я тоже призываю Николая Пивненко. На этом мы с вами прощаемся. Программа «Открытый диалог». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова